Ну а у зрителей Тиколан в Тюменское время есть другая возможность, они могут выиграть отличные призы. Да, друзья, у вас есть шанс стать обладателем снегохода или телевизионной плазмы, а также множество поощрительных призов. Все просто, увидели на экране изображение приза, звоните по телефону в Тюмени 682-148 и скажите нам, что вы видели. Оставляйте координаты, мы перезвоним вам. Звонок стоит, кстати, столько же, сколько и звонок на простой городской номер. Число участников растет, присоединяйтесь ли вы? Словом, страна должна знать своих героев. Этот девиз подошел бы еще и для конкурса «Молодежь Тюмени-2012», который уже четвертый раз проходит в областной столице. Те, кто считают, что не та, мол, сегодняшняя молодежь, могут поменять свое мнение после просмотра следующего сюжета. О ее поступке писали лишь в интернете. Студентка не прошла мимо и спасла девушку от неминуемой гибели. Случилось это 28 октября, когда Александра гуляла на мосту влюбленных и увидела, как незнакомка хочет свести счеты с жизнью. Девушка уже сделала шаг, и я схватила ее за руку, подтянула к себе. Девушка не поняла, что произошло, посмотрела на меня, но никакой адекватности в ее глазах я не увидела. По итогу хочу сказать, что для меня было большим удивлением, как люди, которые вообще были, очевидцы, не подошли, никак не хотели помочь, поскольку я считаю, что каждый человек на моем месте поступил бы так же. Почти четыре часа Саша Гаврилова провела на мосту. Этот поступок в жизни будущего юриста стал показательным. Отметить ее заслуги решили на конкурсе «Молодежь Тюмени-2012», который проходит уже в четвертый раз. В этом году молодых героев нашего времени чествуют в восьми номинациях. В голосовании, которое проходит в интернете, может принять участие любой горожанин. Заявки еще принимаются. Время для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, еще есть. И, уважаемый тюменцы, я хотел бы к вам обратиться, что если рядом с вами живет, на ваш взгляд, достойный человек, вы его подтолкните. Иногда герои не хотят участвовать в тех или иных вещах. Вот и Алексей Севков говорит, что не сделал ничего особенного, просто продолжил дело дедушки и отца. Глава династии Геннадий Севков, заслуженный профессор ветеринарии, отец Алексея Олег Севков в 2008 году стал лучшим врачом России. Не изменил семейному делу и Алексей пошел в медицинский, теперь работает реаниматологом. Это, конечно же, семейные традиции. Ну и, во-вторых, может быть, это в генах заложено уже, помогать людям, альтруизм. Я, если честно, хотел стать врачом еще в садике, говорил, колол мишкам уколы, учился вязать узлы на подушках. В рамках конкурса также выберут лучшую молодежную организацию Ассоциации молодых журналистов, пока одна из главных номинантов. Школьники и студенты, команда из 50 человек собираются вместе, чтобы обсудить, а затем и осветить актуальные проблемы. Мало быть только журналистом, мало быть только менеджером, управленцем, чтобы управлять ассоциацией. Нужно еще иметь какой-то педагогический опыт. Ну, еще, конечно, хотелось бы 48 часов в сутках, было бы неплохо. До середины декабря каждый может рассказать о людях или организациях, добившихся высоких результатов и достижений, достойных призваний и подражания жителям города. И, как отмечают организаторы в этом конкурсе, главное не победа, а участие. Ирина Кистерева, Николай Морозов, Сергей Мякишев, СИБ Информбюро.